здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок конец сентября и начала октября являются подходящим временем для того чтобы сделать обработки сада от различных болезней и даже от некоторых вредителей опадающая листва отмирающая листва является местом нахождения и накопления всевозможной инфекции это и грибковые и бактериальные заболевания а также некоторые вредители которые зимуют вместе с опавшей листвой и не запавшие листвы мигрируют в почву для сохранения чтобы выйти весной и начать вновь вредить нашим растениям цель искореняющей осенней обработки это раннее уничтожение листвы до того как она сама по себе пожелтеет и отпадет а кроме того нанесение на лист на листву таких высоких доз солей минеральных солей и различных веществ которые создадут гипертонический раствор и приведут к повреждению клеток и целых организмов вредителей и болезней для того чтобы провести искореняющую осеннюю обработку можно использовать либо железный купорос либо медный купорос медный купорос является весьма эффективным таким веществом с хорошей такой обжигающей способностью и при его использовании необходимо ориентироваться на концентрации порядка 300 грамм медного купороса на 10 литров воды но я все-таки предпочитаю железный купорос для осенней искореняющей обработки это связано с тем что медь несмотря на то что все-таки очень важно для садовых растений ее избыток ну не так хорош а в течение лета я например использую несколько раз такой такую обработку вот с помощью а за фоса а за фос содержит своем составе соединение меди и уже и растение почва постепенно из года в год обогащаются медными солями избыток их является не очень хорошим и даже токсическим для растений напротив железо является гораздо более важным и более накапливаемым в растении микроэлементом в этой связи избыточное какое-то попадание железо на поверхность растений на листья и впоследствии в почву не является таким опасным но для использования растворов железного купороса надо сделать его немножко покрепче примерно 500 грамм железного купороса на 10 литров воды кроме того железный купорос растворяется в воде гораздо лучше чем медный купорос и в случае железного купороса и случае медного купороса я их растворяю сперва в небольшом количестве не горячей но теплой воды с тем чтобы потом нерастворимые частички профильтровать при переливании этого раствора в опрыскиватель для того чтобы исключить забивание опрыскивателя какими-то посторонними твердыми частицами прежде чем я буду засыпать в этот раствор железный купорос я добавлю туда небольшое количество примерно такую одну большую столовую ложку лимонной кислоты это позволит сохраниться железному купоросу в не окисленном состоянии и быть более эффективным с целью защиты наших растений мероприятие по раннему уничтожению листвы до того как придет естественный листопад является еще очень важным для того чтобы обеспечить хорошую перезимовку растений дело в том что вот такое раннее повреждение листьев ну примерно за 3-4 недели до того как если бы листья опали полностью 100 процентов естественным образом оно существенно повышает перезимовку улучшает перезимовку растений и исключает какие-то такие слишком острые повреждения морозом это связано с тем что лишение листовой поверхности растения дает ему сигнал о том что зима уже пришла и она при всем том при наличии положительных температур еще имеет возможность дозарить кору вызарить кору сделать ее более плотной сделать ее более устойчивы к иссушающим морозным ветрам в течение зимы вот до периода наступления заморозков поэтому такой небольшой стресс не только не опасен но и полезен многим растениям это касается и смородины это касается и различных других кустарников это касается и роз особенно в более северных регионах там где розы страдают от морозов кроме того наличие железного купороса на поверхности ветвей не позволит подпреванию тем веточкам тем кустарникам которые находятся под укрытием ну речь идет конечно в первую очередь о декоративных кустарниках и лианах которые опускаются на землю прижимаются к земле и делается над ними какое-то воздушно-сухое укрытие им в этой ситуации не так страшен мороз как подпревание то есть чередование морозных и дней с оттепелью в результате чего активизируется микрофлора на этих веточках в условиях такого плохого продувания укрытия и это приводит к подпреванию ослаиванию коры и гибели впоследствии растений или отдельных веточек теперь я дождусь полного растворения вот этого железного купороса растворю его добавлю сюда до 10 литров воды ну примерно 8 литров к этому раствору кроме того я еще обогащу наш раствор примерно литровой банкой купа мочевины карбамида карбамид создаст еще более гипертоническую концентрацию на поверхности листьев и ветвей что поможет нам уничтожить наиболее стойкие источники болезней особенно те которые уже ушли в фазу образования спор и являются трудно искореняемыми для того чтобы повысить эффективность нашего раствора я в конечный раствор добавлю примерно 3-4 полные столовые ложки жидкого мыла ну или средства для мытья посуды это снизит поверхностное натяжение раствора и позволит раствору растечься по поверхности листа и ветвей тем самым проникнет какие-то трещинки поры еще куда-то и произведет там хорошую и качественную дезинфекцию что ж пойдемте обрабатывать наши растения но прежде чем мы приступим непосредственно к обработке смородины вот посмотрите в каком состоянии она сейчас находится на ней все еще достаточно много зеленых листьев листопада практически нету такое естественное падение листвы еще не началось в то же время на листиках вот здесь мы видим определенные признаки заболеваний это эндрокнос и различные пятнистости ну поскольку мероприятия по защите растений особенно биологически проводились течение лета а также была проведена обработка коллоидной серы вот здесь вот на верхушках нету никаких признаков мучнистой росы это очень хорошо и обнадеживает говорит о том что мероприятия по защите растений проводились хорошо и правильно вот так вот выглядит сейчас куст красной смородины на нем тоже еще много листвы и листопад еще не начался однако это уже последние дни сентября и в умеренной зоне в общем-то вызаривание почек и вызаривание древесины на этих кустарниках фактически уже завершилась это листва сейчас не несет никакой функции в части питания или накопления питательных веществ в растении для его хорошей перезимовки в то же время вот посмотрите на листиках тоже наблюдается различные признаки пятнистости и заболеваний от которых нужно избавиться если эти листья упадут в землю на землю необработанными в этом случае вся эта инфекция попадет в почву и останется на стволах на веточках и станет источником инфекции для будущего урожая а вот посмотрите на соседский кустик который не подвергался обработке биологическими препаратами не подвергался каким-то защитным мероприятием в течение лета и вот посмотрите какая здесь ситуация история вот здесь уже листьев фактически нету они уже все опали все упали они подпревают инфекция прекрасно мигрирует в почву где сохранится к сожалению вот здесь вот видите есть даже и почечка с почковым клещом к сожалению вот она наблюдается здесь ну и на листьях довольно много признаков инфекции вот тут даже какой-то белый налетик с остатками мучнистой росы есть все это говорит о том что конечно мероприятия по защите растений весенние и летние и вот сейчас осенние являются очень важными но даже если кусты находятся в таком инфицированном состоянии не очень благополучным фитосанитарным все равно искореняющая обработка им абсолютно необходимо потому что раствор попадет на веточки на стволики закрепиться там и проведет санацию от тех источников инфекции которые здесь уже есть ну а вот эту прелую листву конечно же тоже будет очень хорошо обработать и впоследствии убрать грабельками для того чтобы не допустить распространение инфекции точно таким же образом стоит обработать традиционные сорта малины которые плодоносят летом цветут весной и плодоносят на побегах второго года таким комплексным методом борьбы с болезнями можно избавиться даже от пурпурной пятнистости а также придержать развитие опасных вредителей и смородины и малины таких например как стеклянница обработка роз таким раствором позволит ускорить созревание побегов которые уходят в зиму вот видите здесь такой у меня есть небольшой жировой побег который вряд ли перезимует ну а те которые более вызревшие позволят сформироваться коре такой плотной и они созреют но единственное что розы еще цветут поэтому такую обработку я сделаю немножечко позже ну может быть недели через две как видите розы чистенькие на них практически отсутствуют пятнистости вот здесь вот немножечко внутри есть кое-какие повреждения вредители немножко были ну а черная пятнистость здесь вообще отсутствует вот эти вот черные пятнышки это к счастью не марсония очень хорошо обработать с таким раствором и яблони в том случае если на них уже нет плодов то что они все еще в листве не должно вас смущать здесь важны календарные сроки и наступление заморозков по календарю разумеется что для поздних сортов яблок когда плоды все еще находятся на ветках такая обработка неприемлема и сделать ее надо только после окончания съема плодов очень желательно в этот же период обработать и сливы которые весьма чувствительны к всевозможным заболеваниям этот же период совпадает и с периодом снятия вот таких вот утяжеляющих грузов у меня они в виде бутылок сделаны для перевода вертикальных ветвей в горизонтальное состояние на зиму их оставлять не следует хотя на вишнях нет никаких признаков как и микоза и листики чистенькие несмотря на это все-таки обработку такую ускореняющую сделать совершенно необходимо потому что она то и является гарантом отсутствия высокого инфекционного фона и здоровых растений красавица калина не требует также подобного рода обработок до снятия плодов по большому счету умеренной зоне в беларуси калина не поражается какими-то серьезными заболеваниями поэтому в отношении этого растения такую обработку можно и проигнорировать не стоит подвергать такой обработки и ремонтантную малину урожай очередной собран и малина будет еще спеть и давать урожай до тех пор пока погода будет этому благоприятствовать связи с тем что сама технология выращивания ремонтантной малины предусматривает скашивание вот этих ветвей вместе с листьями на зиму целесообразность искореняющей обработки по ней также является сомнительной относительно садовой земляники можно сказать следующее если посадка находится в хорошем фитосанитарном состоянии в этом случае подобную искореняющую обработку можно не проводить если же на ней видно обе видно обилие болезней какие-то многочисленные пятна поражение то можно провести такую искореняющую обработку листья пожухнут после чего их надо будет убрать и оставить в покое посадки до весны обработку растений я буду делать с помощью самого обыкновенного ранцевого опрыскивателя обработку следует делать безветренную погоду для того чтобы минимизировать снос раствора брызг этого достаточно едкого раствора для минимизации рисков попадания раствора на кожу глаза на лицо необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты особенно это необходимо сделать тогда когда вы будете опрыскивать высокие деревья для того чтобы не повредить глаза и кожу растение я буду опрыскивать равномерно не только снаружи но и внутри для того чтобы раствор попал на стебли на стволики как можно равномернее и больше связи с тем что наш раствор содержит мыло раствор растекается как следует по поверхности покрывает полностью листья и стволики веточки это дает нам гарантию того что он хорошо подействует что станет с этим кустом через пару дней я вам покажу уже через пару дней на листьях смородины можно наблюдать вот такие вот повреждения подсыхания это хороший признак который означает что наша искореняющая обработка начала действовать она действует не только иссущающие повреждающие на листья деревьев и кустарников но также и на возбудители болезни а также на некоторых вредителей которые могут накапливаться в листве и при ее опадании попадать в почву для перезимования таким образом наша обработка в полной мере способствует оздоровлению сада и получению хороших урожаев в будущих периодах на этом я прощаюсь с вами всего хорошего задавайте свои вопросы и до новых встреч и и маленький бонус для тех кто досмотрел до конца если вы выращиваете георгины то заготовьте 35 вот таких вот растений до того как на них еще напал заморозок и повредил их подсушите их виде снопиков или просто разложите где-то в темном месте будем из них готовить специальный отвар для обработки клубней георгин для закладки на хранение